Волнение, восторг и толпа зрителей. У крыльца театра, который, как и фестиваль, носит имя известного земляка, актёра Валерия Золотухина, люди овациями встречали артистов. По фестивалю, который учредили в 2013 году, через полгода смерти Валерия Золотухина, соскучились и актёры, и зрители. Из-за пандемии его в прошлом году отменили. Да и сегодня он проходит с ограничениями. У оргкомитета и дирекции фестиваля были сомнения, в каком формате проводить фестиваль, потому что пока что ещё Алтайский край, как и все регионы, работают в условиях ограничений. 50% только зрителей мы можем принять на каждой театральной площадке. Но, тем не менее, было принято решение проводить его в вочной форме, потому что всё-таки фестиваль – это праздник, это встреча людей, это возможность показать спектакль зрителю. И, конечно, онлайн-формат не заменяет всего того, что даёт живой театральный фестиваль. На культурный форум заявлялось полсотни театров, но из 50 заявок отобрали только 11. Лучшие мастера сцены говорят, что участие в фестивале имени Золотухина, знаменитого «Бумбараша», для них большая честь и бесценный опыт. Что-то, возможно, украсть, в хорошем смысле перенять. Всего в этом году в форуме примут участие 11 театров со всей России. Хедлайнер фестиваля – столичный театр на Таганке, где долгие годы работал Золотухин. Оценивать спектакли будут эксперты, в том числе пять известных театроведов страны. Они же выберут абсолютного победителя форума. Мотивированность создателей – это вещь, которая оценивается чувственно, неинтеллектуально. И в этом смысле, конечно, главными экспертами являются зрители. Они всегда на эти вещи невероятно чутко реагируют. Так что мы будем поглядывать по сторонам. Работы для нас реакции жителей города также важны, как и наши собственные осуждения. Не менее яркое и значимое событие и для всех поклонников искусства Мельпомены. Это память, его честь. Он сделал много для этого театра. Для меня это, в первую очередь, огромнейшие эмоции. Я получаю это от актеров. Сегодня выступает Кемерово. И мне безумно интересно посмотреть, как они себя подают. Кемеровский театр представил спектакль «Обыкновенная история» по мотивам романа Ивана Гончарова. В основе – история молодого человека, который уезжает из провинции в столицу в поисках счастья. Помимо выступлений, актеры будут ежедневно обмениваться опытом. Мастер-классы проходят не только для артистов, но и для руководителей театров и театральных критиков. Фестиваль продлится до 24 сентября. Тогда же станет известен театр-победитель одного из главных культурных форумов страны. Анастасия Болотина, Алексей Фризин. День с толком.